Советы для частного строительства и ремонта от технических специалистов компании «Зика». Ремонт ванной комнаты, гидроизоляция или как не затопить соседей. Компания «Зика» – лидер на рынке строительных материалов как для профессионального, так и частного строительства и ремонта. Ремонт ванной комнате – это один из самых ответственных, а потому дорогостоящих этапов ремонта в квартире или частном доме, к которому необходимо подойти со всей серьезностью. Самым популярным отделочным материалом в таких помещениях заслуженно является керамическая плитка. Стены и пол, облицованные плиткой, прекрасно выглядят и, что важно, долгие годы сохраняют красивый внешний вид в условиях повышенной влажности. К сожалению, из-за большого количества межплиточных швов покрытие из плитки не является гидроизоляционным. Поэтому при облицовке плиткой помещений с повышенной влажностью особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам. Не нужно забывать и о потенциальной возможности затопить соседей снизу в случае возникновения аварийных ситуаций с интехническим оборудованием. Чтобы ванная комната на протяжении долгого времени радовала глаз, а мысли о затоплении соседей вас больше не беспокоили, мы разработали специальную систему для подготовки основания, обеспечения надежной гидроизоляции укладки плитки и заделки межплиточных швов. Она включает в себя Однокомпонентную водно-дисперсионную акриловую грунтовку Zika Primer Pro, которую мы будем использовать для укрепления и улучшения адгезионных свойств основания. Модифицированный полимерами быстро сохнущий саморастекающийся равнитель для пола на цементной основе Zika Level Pro, с его помощью мы выровняем основание под укладку плитки по смонтированной системе теплого пола. Обмазочную гидроизоляцию на цементной основе Zika 101A, с помощью которой мы обеспечим гидроизоляцию пола и примыкающих стен. Эластичную гидроизоляционную ленту Zika Seal Tape S, с ее помощью нам удастся обеспечить надежную герметизацию всех швов и примыканий. Цементный плиточный клей Zika Ceram Universal, на который мы будем укладывать плитку на пол и стены. На финальном этапе для затирки швов мы будем использовать высококачественную смесь на цементной основе Zika Ceram Clean Ground. Первое, с чего мы начнем, это подготовка и, если необходимо, то ремонт основания. Для этого поверхность пола нужно очистить от загрязнений, удалить все отслаивающиеся и слабодержащиеся частицы, отремонтировать сколы и трещины. После этого основание необходимо тщательно пропылесосить. Для того, чтобы укрепить основание и усилить сцепление с выравнивающим слоем, в который будет включена система обогрева пола, мы обработаем основание грунтовкой Zika Primer Pro. Начните нанесение грунтовки с мест примыканий пола и стен. Здесь лучше всего подойдет кисть. В остальных местах, чтобы ускорить процесс нанесения, можете использовать валик, но если вы имеете дело с небольшой площадью, то можно ограничиться и кистью. Вам потребуется в среднем 150 грамм грунтовки для обработки одного квадратного метра. Ее расход будет зависеть от впитывающей способности основания. Если вы видите, что основание обладает сильными впитывающими свойствами, то после высыхания первого слоя нанесите второй. На высыхание одного слоя грунтовки уйдет от двух до шести часов. Все будет зависеть от температуры и влажности в помещении. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу системы «Теплый пол». Установите систему на основании в соответствии с инструкцией производителя. Не забудьте прикрепить ее к основанию. Например, это можно сделать точечно при помощи двухстороннего скотча. В противном случае при заливке саморастекающегося, быстро сохнущего наливного пола система всплывет. Теперь приступаем к выравниванию основания. При подготовке раствора постепенно добавляйте сухую смесь в емкость с водой и перемешивайте ее с помощью миксера. Обязательно соблюдайте пропорции – это 5,2-5,3 литра на 25-килограммовый мешок сухой смеси. Когда вся смесь окажется в емкости, перемешивайте раствор еще около двух минут до образования однородной массы, после чего дайте ему немного выстояться, чтобы вовлеченный воздух выжил. Затем перемешайте раствор повторно. Подбирая толщину стяжки, ориентируйтесь на то, что толщина слоя над системой теплый пол должна составлять минимум 5 мм. В данном случае материал позволяет осуществлять заливку стяжки слоем до 30 мм. Чтобы получить ровную стяжку, достаточно просто равномерно нанести раствор на основание. При необходимости можете распределить его при помощи зубчатого или плоского шпателя. Для выхода воздуха, вовлеченного при подготовке раствора, прокатайте нанесенную смесь игольчатым валиком. Смесь Zico Level Pro была специально разработана для устройства стяжек с быстрым набором прочности. Уже через 4 часа по такой стяжке можно будет ходить. По истечении 24 часов можно будет перейти к нанесению гидроизоляционного слоя. После отверждения стяжки рекомендуем произвести ее легкую шлифовку для удаления цементного молочка. Это обеспечит оптимальное сцепление последующих слоев. Теперь, когда стяжка готова к нанесению гидроизоляционного слоя, мы будем использовать комплексную систему, состоящую из эластичной ленты Zico Seal Tape S и раствора на цементной основе Zico 101, при помощи которого будет крепиться эта лента к основанию. Zico 101A наносится на влажное основание, поэтому необходимо предварительно его смочить водой. Если этого не сделать, то основание будет вытягивать воду из раствора, что негативно скажется на качестве гидроизоляционного слоя. Пока вода впитывается в основание, самое время перейти к подготовке раствора. Постепенно добавляйте смесь Zico 101A в воду при низких оборотах миксера. После того, как вся смесь окажется в емкости, продолжайте перемешивание не менее 5 минут до получения однородной массы без комков. При подготовке раствора очень важно соблюсти соотношение пропорций смеси и воды. Это 5,4 литра воды плюс-минус 300 мл на 25-килограммовый мешок смеси. Для нанесения раствора подойдет как шпатель, так и кисть с щетиной средней жесткости. При этом следует тщательно втирать раствор в основание, чтобы обеспечить его максимальное проникновение в поверхность. Уже через 25-30 минут раствор начнет схватываться. Поскольку гидроизоляционная смесь Zico 101A будет использоваться также в качестве клея для монтажа эластичной ленты Zico Seal Tape S, то в первую очередь нанесите ее в зоне монтажа ленты. Для начала нужно отмерить необходимое количество ленты, чтобы ее хватило для герметизации по всей длине примыкания. Не допускается герметизировать одно примыкание, используя несколько кусков ленты, поскольку это может привести к протечке. Теперь наложите ленту Zico Seal Tape S на свежий слой раствора и с силой вдавите в него, после чего разгладьте края ленты по всей длине. По краям ленты вдоль эластичной части с обеих сторон имеются тканевые сетчатые вставки, которые необходимо утопить в растворе. За счет них и будет осуществляться фиксация ленты Zico Seal Tape S. Теперь возьмите еще немного раствора Zico 101A и нанесите его на края ленты таким образом, чтобы осталась видна только желтая часть ленты. Осталось только нанести на всю изолируемую поверхность два слоя раствора Zico 101A. Интервал между первым и вторым слоем составляет 6-12 часов. Примерно через 24 часа после нанесения второго слоя гидроизоляции можно приступать к укладке плитки. Расход сухой смеси на два слоя приблизительно 4-5 кг на 1 квадратный метр. На этом этапе мы будем использовать высококачественный цементный плиточный клей Zico Ceram Universal. Клей обладает прекрасной водой и влагостойкостью, которая обеспечит надежное фиксирование плитки даже в местах частого контакта с водой. Раствор готовится по такому же принципу, как и остальные. Высыпаем содержимое мешка в емкость с водой и смешиваем в течение трех минут. После этого необходимо немного выдержать смесь, около пяти минут, а затем перемешать повторно. Готовый клей необходимо израсходовать в течение двух часов. На 25-килограммовый мешок клея потребуется в среднем 5,2 литра воды. С помощью плоского шпателя нанесите слой Zico Ceram Universal на основание, после чего распределите его по поверхности при помощи зубчатого шпателя. Высота зуба может варьироваться от 3 до 10 мм в зависимости от размера плитки. Теперь у вас есть примерно 15 минут, за которые нужно успеть уложить плитку на клей. Поэтому наносите его на основание небольшими порциями, чтобы можно было приклеить 3-4 плитки за раз. Теперь приложите плитку и силой вдавите ее в слой клея. При этом площадь контакта плитки с клеем должна быть не менее 80%. Если вы понимаете, что эта площадь меньше, то необходимо нанести клей повторно при помощи шпателя с большей высотой зуба. После того, как вы посадили плитку на клей, у вас будет еще примерно 20 минут в запасе, чтобы скорректировать ее положение. После того, как закончите со стенами, можете переходить к полу. Продолжайте укладку плитки по такому же принципу. Плоским шпателем наносите клей, а зубчатым равномерно распределяйте по поверхности с нужным расходом. Плиточный клей Zika Ceram Universal очень ценится плиточниками за легкость его использования. Он характеризуется отличной удобоукладываемостью, малым оползанием плитки и прекрасной водостойкостью. Через 24 часа после завершения укладки плитки уже можно будет приступить к затирке швов, а через 48 допускается пешеходная нагрузка. И, наконец, последний штрих – затирка швов. Теперь задействуем высококачественную затирочную смесь Zika Ceram Clean Ground, в состав которой входят специальные добавки, обеспечивающие эффективную защиту от роста плесени, бактерий и грибков на протяжении всего ее срока службы. Смесь Zika Ceram Clean Ground обладает превосходными показателями водостойкости и может использоваться даже для затирки швов в плавательных бассейнах. Для приготовления смеси потребуется 0,52 литра воды на 2-килограммовую упаковку. При этом лучше приготовить всю смесь одной партией. Варьирование количества воды от одной партии к другой может привести к некоторому изменению цвета на разных участках шва. Но будьте внимательны, срок жизни смеси составляет в среднем 2 часа. Для нанесения раствора Zika Ceram Clean Ground лучше всего использовать специальный резиновый шпатель. С его помощью нанесите затирку на поверхность, при этом стараясь заполнить швы на всю глубину. Этот же шпатель используйте для разглаживания шва и удаления излишков затирки. Когда смесь начнет схватываться, можно перейти к стадии очистки поверхности плитки. Используйте для этого чистую влажную губку. Следы затирки также можно будет удалить с поверхности и на следующий день с помощью мягкой сухой ткани. Используйте инновационное решение Zika, чтобы ванная комната на протяжении долгого времени радовала ваш глаз, а мысли о затоплении соседей остались в прошлом. Zika имеет богатый опыт и широкий спектр технологий решений для строительства, которые используются по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok